делил самые основные которые очень часто встречаются но есть допустим электрическая розетка 230 вольт на 2 или 10 ампер ну для двух видов работ для сервисных это когда допустим сервисники пришли там подключили может быть еще не знаю там шуруповерт или там дрель или что-то там еще подзарядили что-то какое-то свое оборудование и ушли там по своим делам да вот то есть для временных работ и для постоянной работы ну скажем допустим есть дренажный насос который нужно откуда-то , можете в эту розетку подключиться и собственно взять оттуда питание для этого насоса ну либо может быть еще что-то на объекте есть что очень хотелось бы запитать рядом с кондиционером но такой возможности не до чтобы не лезть куда-то еще какие-то провода вот можем вам предоставить если это опять же нужно следующая опция двойной ввод электропитания встроенный или в отдельном скажем там корпусе электрощити щите для сетей с нейтралию либо без нейтрали тут очень важно вот этот момент понимать что как правило у нас в россии объекты встречаются большей части три фазы нейтраль плюс земля бывает такое что нейтрали нету вот это очень важно потому что если нужно питание без нейтрали то это заранее нужно нам нам об этом сказать чтобы завод это изготовил и под это века питания начертил схемы в случае заказа оборудования чтобы все соответствовало все подключалось нормально встроенный либо в отдельном электрическом щите это опять же зависит от наличия места но как правило строить всегда почти всегда возможно вот но если там идет какой-то прям перенабор опции для клиента на объекте то есть вероятность что он просто может не влезть внутри кондиционера поэтому можно сделать в неком отдельном электрическом щите опять же для удобства хотите так хотите так вот выбирать вам дополнительный датчик обнаружения протечек то есть дополнительный датчик кто системе обнаружения воды утечки воды который мы предлагаем дополнительных углажителей можно поставить еще один дополнительный датчик если есть в этом необходимость допустим кондиционер ставится на какую-нибудь базу основания да и допустим вода у нас пошла утечка не внутри кондиционера не под не под сам кондиционера потерь протечка пошла куда-нибудь на сбоку там куда-то на пол или может быть где-то да действительно может быть там еще какие-то где-то какая-то вода льется да то есть можем поставить датчик как внутри под кондиционером так еще дополнительно где-то в какой-то точке если вам вы считаете на необходим на то есть можно поставить дополнительные датчики по нему тоже также мониторить протечки утечки дополнительным основе на выносной датчик температуры и влажности ну как правило используется если у нас требуется контроль и по входу воздуха из помещения в кондиционер и допустим по подаче то есть нам нужно контролировать какой у нас воздух идет на подачи из кондиционера вот это первый вариант второй второй вариант если требуется мониторить может быть удаленную какую-то именно стойку на которую надо более ответственная в помещении которым допустим идет очень много оборудования активного и нужно понимать какая там в районе этой стойки температура то есть тоже можем такой выносной датчик использовать чтобы мониторить именно в той точке помещения температуру и влажность далее ну дасту доступны различные сухие контакты как правило но то что прямо доступно программе это common alarm то есть общая авария на то есть если кондиционер встал по аварии то он выдает вам сухой контакт на терминал и там лампочка начинает мигать у вас где-то на терминале что вот там произошло кондиционер что-то статус юнита соответственно работает не работает загрязнелся фильтр может быть в кондиционере тоже можем такую аварию выдать авария по воде то есть если где-то утечка протечка вот ну и так далее вообще на самом деле можно различные аварии попросить завод сделать только единственно заранее нам нужно об этом сказать да может быть там компрессор сломался да и вот вы хотите чтобы вот вам приходил такой сухой контакт неисправность компресса либо неисправность дренажного насоса вот то есть заранее нужно об этом сказать вот и естественно мы это сможем вам предоставить без проблем дальше плавный пуск компрессора очень скажем так актуальная опция на российском рынке так точно потому что позволяет нам уменьшить стартовый ток компрессора и может быть скажем так много нюансов до полезных использования вот этой опции ну самую ходовая это позволяет уменьшить размеры и bp то есть маленький пусковой ток меньше и bp меньше денег на него тратится собственно оптимизация кастомизация на объекте вот опять же не всегда используется но если нужно уменьшить стартовый ток то кто можем вот вам такую опцию предложить и стартовый ток будет в разы меньше отключение при пожаре но опция принципе по названию понятное то есть если у нас случился где-то пожар в здании либо в самом соде до пожарной сигнальной от пожарной сигнализации здания приходит сигнал на кондиционер кондиционер отключаются до тех пор пока ну не придет опять же сигнал на том что можно ранит и можно включиться дальше работать удаленное включение выключение на терминале с ключом либо без него то есть если диспетчер где-то сидит и не хочет бежать там допустим за ну скажем так с 10 этажа на 1 чтобы включить кондиционер то можно вот удаленно сделать с некой тоже такой контакты позволяющие удаленно включать включать кондиционер вот но опять же там можно сделать неким ключом который будет допустим только оператор владеть этим ключом и вводя этот ключ сможет выключать удаленно включать кондиционер ну что кто-то друг другой не пришел на включен не выручил датчик наружной температуры как правило используется для систем с рекулингом чтобы понять какая у нас температура наружного воздуха и помогает скажем так контроллеру понять можно нельзя включать микс режим либо вообще стопроцентных рекулинг запускать ну то есть основное назначение такое датчик огня или датчик дыма то есть если у нас на объекте допустим отсутствует пожарная сигнализация здания да всякое может быть можно поставить в помещение датчик огня либо датчик дыма то есть одно из двух два не имеет смысла ставить потому что но либо дымит либо горит сразу же можно будет понять вот то есть опять же там разовался дым кондиционер отключается и не работает не разгоняет дальше нам пожар контроль подключения фаз да то есть фазовый контроль на случай если у нас скажем так могут присутствовать объект неквалифицированные монтажники которые могут неправильно подключить фазы компрессора что повлечет обратное вращение спиралей ну если спиралики могут сломаться в данном случае компрессор выйдет из строя вот как мы все знаем уже наверное что компрессор стоит львиную долю стоимости кондиционера такая опция есть контролирует подключение фаз если они разключены неправильно просто кондиционер не запустит компрессор подключение электро питания кондиционера через bp полезная опция в том плане что там и кондиционер вешаем на и bp но хотим чтобы у нас допустим в момент включения этого и bp они работали какие-то части кондиционера допустим не работал пару увлажнитель либо нагреватель да то есть там на контроллере ставится нолики единички которые позволяют нам отключить именно в момент запуска и bp тот или иной компонент кондиционера то есть отключаем соответственно нас и bp они скажем так не переразмерена опять же идет оптимизация по цене самого и bp такая опция есть если мы хотим именно что-то отключать при начале работы работы и bp тот эту опцию нужно ставить так далее пара слов о двойном воде электропитания какие тут есть нюансы ну допустим вот есть кондиционер мы хотим у него сделать два вода электропитания допустим источник один идет от города источник 12 идет от но дизель генератор либо от какого-то и bp там которые есть на объекте может быть еще откуда-то резервное питание идет пропала первый источник питания запустился 2 кондиционер переключился на второй источник питания и дальше работает все все без проблем все в порядке ну скажем так стандартного с которой у нас доступна что может быть еще тут какой нюанс что тоже очень часто запрашивают допустим есть такой вариант когда есть два вода электропитания на первый вот мы запитываем только увлажнитель на второй вот запитываем все остальные компоненты кондиционера компрессор вентиляторы может быть какие-то еще электрические опции вот так далее для чего это делается ну как правило опять же с целью удешевления размеров и bp чтобы на и bp не вешать полностью весь кондиционер с увлажнителями с и остальными компонентами до вводится два года питания пропало допустим питание от города да то есть увлажнитель у нас не работает в кондиционере но работает остальные компоненты до момента восстановления обратно питания то есть включается и bp и у нас спокойненько она работает и скажем так не питает нас увлажнить потому что увлажнитель скажем так не всегда требуется увлажнять воздух да в первую очередь мы поддерживаем именно температуру чтобы у нас не произошел какой-то коллапс в помещении помимо увлажнителя мы также можем отдельно запитать нагреватель что тоже очень существенно может потреблять электроэнергию и ток на который требуется при расчете бп вот ну собственно тут как как варианты еще какой вариант может быть может быть вариант подключения вот такой вот да то есть когда у нас отдельно запитывается увлажнитель нагреватель и в кондиционере присутствует еще два источника питания которые также скажем может быть источник один и увлажнитель нагреватель запитывается от города а второй источник записывает запитывается от дг у дизель-генератора да чтобы дизель-генератор там опять же не рассчитывать еще на полностью еще и на увлажнительный нагреватель да не переразмерить его ну собственно вот можно использовать вот такую схему электропитания может быть также у нас второй источник питается от какого-то и бп чтобы его не переразмеривать тоже в данном случае вот так вот уходит таким вот образом то есть три года электропитания сакцентировал это внимание на ваш на вот этот момент да что вот это в принципе у нас доступна только вот эти вот четыре последних вариации они являются скажем так нестандартными и требуют запросы на завод завод в принципе достаточно быстро отвечает течение дня на данный запрос но максимум может быть на следующий день то есть если требуется какой-то нестандартный вот электропитания нужно об этом обязательно сказать да и варианты бп тоже нужно рассказать как как вы там собираетесь использовать может быть на момент включения и бп выходе захотите отключить еще какие-то компоненты не знаю может быть сам компрессор отключить и чтобы там кондиционер проработал там не знаю там на охлажденном испарителе сколько-то минут там парочку там тройками различные ситуации на объекте есть вот ну по электрической части нужны их может быть как-то если там что-то у вас специфическое нестандартное то проговаривать уже конкретно данный объект в данном случае далее по электрической части оборудование ну далее уже в опции относится скорее если до этого опции шли по большей части наверно кондиционером да но двойной лод питания принципе допустимый для челлеров тоже вот вот эти опции уже больше направлены для челлеров опции такие как внутреннее освещение электрического шкафа ну актуально наверное холодный период года когда у нас скажем дни достаточно короткие а скажем ночи длинные допустим вечером пришли сервисники на объект обслужить чиллер а света нету да особенно где-нибудь там на на крыше на кровле посветить нечем то есть соответственно такая опция может быть доступна если нужно просто можем мне предложить стол для ноутбука да когда у нас идет настройка контроллера выставление каких-нибудь параметров настройка может быть зоны да то есть открыли шкаф выдвинули стол столик поставили ноутбук спокойно можете настраивать производить работу но чтобы это не на коленке шло вот такая опция дальше грыша электрического шкафа для защиты вот атмосферных осадков то есть вот она изображена то есть если там скажем так в осенний период пришли на объекты нужно что-то там настроить или что-то исправить да очень часто у нас осадки проходят то есть можно вот такую крышу выдвинуть и спокойненько работать не подвергаясь дождю это можем вот дальше многофункциональный измеритель мощности светодиодным дисплеем позволяет нам определять сколько потребляет мощности электрической мощности чиллер на объекте то есть смотрим анализируем вот проверяем дальше быстрый запуск компрессор после сбора электропитания очень актуальная опция да особенно для больших объектов где стоит очень много активного оборудования пропало питание нужно запустить чиллер как можно быстрее в кратчайшие сроки такая опция есть для наглядности привожу такой вот слайд и картинку где время запуска стандартного винтового компрессора она составляет порядка 420 секунд то есть 5 6 7 минут до выхода его на стопроцентный режим с опцией быстрый перезапуск это время составляет 120 секунд ну то есть две минуты примерно прошло и он выходит на свой стопроцентный режим вот ну есть еще решение с винтовыми компрессорами с регулируемой скоростью вращения но естественно такой компрессор будет в разы дороже стоить вот нежели сама опция